Все как всегда Все как всегда Как только у тебя выходной То льет как из ведра Просто вы посмотрите вдаль Даже ничего не видно Как всегда закон подлости Главное с утра было все Достаточно приятно Мы проснулись Пока что еще не завтракали Влог сегодня начинал не совсем с утра Сейчас уже час дня Проснулись, я сделала уборку Пробрала квартиру, выкинули мусор Мы строили план насчет того Чтобы поехать куда-нибудь в кемпинг Потому что очень большое количество парков Сейчас закрыто В кофешоп какой-то поехать тоже не вариант Потому что в кофешопах сейчас нельзя находиться То есть только на вынос Мы конечно знали По прогнозу погоды, что будет дождь Но не с такой силой Просто мы собирались Рассчитывая на дождик И вдруг полило как из ведра Что это летает? В итоге имеем то, что имеем Но сидеть дома все равно очень не хочется Все-таки как-то сегодня выходной И у Ненсоба И у меня Поэтому мы хотим поехать В одну едальню Которая славится барбекю Мы там были один раз Но там более-менее похоже на кемпинг Потому что кемпинг сейчас В такой погодой вообще никак Я не буду сегодня особо сильно краситься Поэтому я сделаю так называемый Макияж без макияжа Макияж без макияжа Вот такой вот макияж получился Чуть-чуть поярче вышел Чем я хотела Обычно я макияж без макияжа Как я его называю Делаю чуть послабже Но в этот раз Чуть поярче сделала глаза А вот Все Мы поехали Сделала с собой машину Как всегда мужу Холодный американо А себе Холодный чай Липтон Со вкусом персика Одна Толь Окей Кажут каменты Кажут камеры Голос Холодный опускав Ты Голос Толок П Ну, не то чтобы пробки, но просто очень плотно. Хотя сегодня будни, и всего-то 3 часа дня. Не знаю, без понятия, почему так. Потому что прошел дождик, на улице такая свежесть. Даже прохладно немножко, поэтому мы в худи вдвоем с мужем. Немножко помокну, но засниму вам, как это выглядит снаружи. Бегу, бегу, бегу. А нужно записать себя. Нужно обязательно перед посещением в какое-то либо заведение записать свое имя, фамилию, номер телефона. Чтобы потом, если в этом заведении обнаружат коронавирус, то сразу позвонят вам, что вот вы были вместе с тем, кто обнаружил. В прошлый раз мы были снаружи, вот там вот. Ну, и у Весанта. Но сейчас из-за дождя вот те вот места недоступны. Но хотя бы здесь все равно хоть какое-то ощущение пикника. Хоть какая-то вылазка из дома. Мясо, креветки, сосиски. Прям действительно, знаете, как будто в кемпинге сидим. А здесь угли внизу. Принесли отдельно. О, как будто так снять-то. Принесли отдельно угли. Мясо, красота! Мясо, красота! Мясо, хорошо. Мясо, очень нравится. Мясо, красота! обалденная просто мы даже сегодняшняя первая еда на сегодняшний день поста очень вкусно обалдеть к вкусно я сделала для мужа он сделал для меня завернул салатик заворачивать всякие разные ингредиенты по вкусу и потом все это в рот а рядом здесь вообще такая красота смотрите еще так распогодилась вообще прекрасно обалдеть но нам нужно уже ехать по делам потому что сейчас расскажу в общем что у нас за история случилось с моей знакомой которая прилетела в корею в общем ситуация такая моя знакомая мы с ней познакомились тем что я и прибудовала 1 2 уровень корейского языка и она приехала сейчас в сеульский университет на последующие уровни учиться на языковых курсах на регулярной программе она две недели просидела в изоляторе то есть все как положено и потом по идее должна была переехать кашевон который она забронировала что особо выбора кашевона сейчас нет потому что иностранцев очень много где не позволяют иностранцы бронировать из-за рубежа потому что как бы они боятся что приедут прям сразу к ним и будут у них отсиживать этот самый карантин двухнедельный что естественно не хотят хозяева кашевона в отеле и так далее вот она специально специальном отеле отсидела две недели и в итоге кашевон который единственный согласился пока она искала оказался просто ужасным там она мне фото прислала там конечно все в плесени и она оформила возврат и по идее сегодня должна уже выезжать но она сказала что сегодня забирается найти за вечер какой-нибудь новый кашевон и это нереально мне кажется в итоге мы решили что поговорили что если совсем жильем не получится то пускай переночует хотя бы одну ночь там или две ночи у нас пока будет искать новое жилье потому что но не реально за вечер одного дня найти нормальное новое жилье поэтому сейчас мы едем к ней туда адреса точно не знаю приблизительно еду как она мне ответит как сообщить точно адрес тогда уж заберем ее потому что на чем вообще человек остался на улице приехал называется в корею все встретили мы подругу забрали а здесь смотрите какое небо красивое хоть и дикие пробки но небо просто как сладкая вата время уже поздно позднее пока мы забрали рамилю я тебя сниму ладно пока мы забрали рамилю пока мы приехали обратно в итоге сегодня кушаем в едальне у нас в уточке мы уже приехали домой видео монтируется вернее уже кадрируется не буду монтировала осталось совсем чуть-чуть я его закину на канал ну а у нас дома гости которые сидят и занимаются корейским языком так что да да ближайшее время не знаю насколько у меня неожиданный дополнительный гости в неделе влогов ладно будем потихоньку ложиться спать ты будешь ложиться спать окей тогда видео демонтируется и спать и все всем спасибо всем пока пока